Новый законопроект подразумевает создание единой системы безопасности, а также обязательную охрану объектов силами полиции. Об этом пишут известия. В статье говорится о том, что учреждения, рестораны и развлекательные комплексы, где одновременно находятся от 50 человек, обяжут устанавливать различные системы безопасности и привлекать для охраны только полицию. На деле все оказалось не совсем так. Паспорта безопасности действительно будут, охрана же в основном по-прежнему останется за различными чопами. Что касается нововведений, то больше они направлены на повышение ответственности организаторов и собственников объектов. Мы идем к тому, что организаторы мероприятий наравне со сценарием проведения, наравне с организацией этих мероприятий, должны все-таки и быть озабочены о охране своего мероприятия. Планируется, что за общественным порядком в будущем наряду с полицией и чопами будут следить и муниципальные дружины. Сейчас в нашем городе на службе состоят 75 дружинников. Ежедневно они несут службу, но только совместно с сотрудниками полиции. На федеральном уровне сегодня еще не определен статус и правовое положение дружин. И это тормозит сегодня развитие. Я думаю, что необходимо сегодня выйти с законодательной инициативы по решению этих вопросов. Между тем, все необходимые меры безопасности у нас уже принимаются. На объектах составляются акты, где проверяется наличие видеофиксации, металлодетекторов, оповещение громкоговорящей связью, наличие запасного выхода. На массовых мероприятиях запрещено посещение лицам в нетрезвом состоянии, с неустойчивой психикой и склонных к правонарушениям. Также с нововведениями полицейские рассчитывают на новый подход к организации охраны общественного порядка. Чем больше мы будем привлекать правоохранительные структуры, не полицейские, тем больше мы будем освобождать личного состава полиции для занятия своей профессиональной деятельностью. Это раскрытие преступлений, это розыск уголовных преступников. Дмитрий Гомбоев, Доржич Идопов. Новости дня. Субтитры подогнал «Симон»